Привет братишки, привет сестренки! Совсем недавно вы видели ролик, как я занимался кузнечными делами. Я выковал несколько клинков для ножа якута. Теперь настало время сделать для них рукоятки. Для этого я взял черенок от лопаты, он из березы, и отпилил его по размеру своей ладони, чтобы мне было удобно держать нож. Сверлом по дереву углубляюсь в отрезок березы, стараясь, чтобы сверление шло ровно. От этого зависит конечный результат, чтобы нож не торчал на бок. Сверлю рукоятку на длину хвостовика, а отверстие имеет диаметр на пару миллиметров меньше, чем ширина хвостовика в самой широкой его части. Далее мне потребуется такой нехитрый инструмент, как пилочка по дереву от электролобзика. В ней очень хорошо можно выбрать паз и расточить отверстие именно под клиночек, чтобы он плотненько, четко туда входил, без зазоров. Вот так с небольшим усилием я его запихиваю туда хвостовиком. И ударами резинового молотка добиваю до конца, чтобы он плотненько, четко сел, как положено. Больстера в этом виде ножа не предусмотрено. И хотя монтаж всадной, эпоксидным клеем я пользоваться не буду. Для расклинивания я буду использовать палочку коническую из той же березы. Шлифую ее на своем самодельном гриндере и шлифмашинке и пытаюсь расколоть ровно пополам. Далее при помощи ножа и шлифовальной бумаги подгоняю колышки так, чтобы они плотно входили в отверстия, которые находятся с обеих сторон от клинка. И затем эти колышки ударами молотка плотно забиваю. Теперь клинок никуда не денется и не выпадет никогда, даже без клея. Это классический вариант крепления клинка ножа якута. Далее при помощи специального гриндера я попытаюсь ободрать грубо ручку и немножечко ее прошлифовать. Изначально я планировал, что ручка будет круглая. Но уже в процессе работы я понял, что круглой она не будет, а будет такой, которая удобно будет ложиться мне в руку. Поэтому она немножечко такую получила форму, то ли овальную, то ли бочкообразную. Во время обработки древесины также проявился интересный рисунок, как на настоящем капе. Поэтому ручка у меня будет выглядеть тоже дорого и классно. Хоть и не стабилизированная она будет, а просто ее вскрою вот отталкивающим составом, который придумал я сам. Финишную шлифовку я провожу наждачной бумагой 240 гриндности. Я думаю этого будет достаточно, чтобы ручка приятно ложилась в руку и ощущалась, как гладкое мягкое дерево. Следует помнить, что нож якут это хозяйственно-бытовой нож в первую очередь. Поэтому какие-то больших требований к нему выдвигать, я думаю, не следует. Кстати, нож этот не самый легкий, но я его выбрал первым для своего изготовления, так как хотел сделать себе вызов. Из трех выкованных мною клинков остался лишь этот один, так как первый у меня нещадно повело в процессе закалки. Из-за того, что я не провел нормализацию металла и было напряжение в нем, второй клинок я расколол, так как его очень сильно перекалил перед закалкой. Это были эксперименты, это было обучение на своих ошибках. И я считаю, что это нормально. В результате у меня получился замечательный такой ножик, который я уже отполировал в зеркало, сделал на нем травление, и теперь он радует мой глаз. А ваш глаз скоро порадует новые ролики из моей кузнечной мастерской. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова